В этот день, 25 августа, родились. Иван IV Грозный, первый русский царь. Николай Зинин, один из русских отцов органической химии. Павло Загребельный, украинский писатель, автор исторических романов. В этот день, 25 августа 1604 года, Лжедмитрий I с отрядами наемников начал поход на Москву. В этот день, 1957 года, в свой первый рейс отправилась ракета, советское судно на подводных крыльях. Впервые его построили на Сормовском заводе в Нижнем Новгороде. 25 августа 1906 года произошло покушение на премьер-министра Столыпина. Пострадало более ста человек. Советская власть старалась не оставлять памятников враждебного ей царизма. Тем более, в времени последнего русского императора. Но был уголок на Аптекарской набережной в Ленинграде, куда не проникло всевидящее око власти. Это место заросло парковой растительностью, временами его маскировали какие-то дощатые сыраюшки. Только в конце 1980-х годов, когда вдруг выяснилось, что здесь сохранился обелиск, поставленный одним из непримиримых вровов революции, премьер-министром Столыпиным, в память о погибших после покушения на его жизнь ясным летним днем 1906 года. Это было время первой русской революции. Убийства русских чиновников происходили регулярно. Между тем, Петр Столыпин занимал сразу два самых горячих места. Должность премьер-министра и министра внутренних дел. За несколько лет были убиты два его предшественника. Главная опасность исходила от партии социалистов-революционеров или СССРов. Именно они убили руководителей МВД Сипягина и Плевик. В 1906 году от них откололась группа поменьше – СССРов-максималистов. Эти господа были настроены еще более радикально. Только через террор. Они видели свой приход к власти через планомерное убийство руководства империи. 25 августа по новому стилю – это суббота. В этот день премьер Столыпин, фактически не имевший выходных, принимал посетителей на свои дачи. Были здесь и князья, и простые крестьяне. Приемная забита. Вместительный бревенчатый дом собрал больше сотни человек. Тут же жила и семья премьера. Маленький сын Петра Столыпина Аркадий вышел на балкон вместе с няней и сестрой Натальей. Он первым и увидел Ландо с двумя жандармами, которая въехала на территорию дачи. По свидетельству немногих выживших, мы теперь знаем, что новоприбывших встретил опытный швейцар Леон Деклемейдер. Он попытался их остановить. Почему? То ли время записи стекло, то ли его насторожили устаревшие формы каски на жандармах. На помощь лакея вышел генерал Замятник. Эти двое и спасли жизнь Петру Столыпину. Поняв, что они вызвали много шума, раненые жандармы кинули набитые взрывчаткой портфели в сторону кабинета премьер-министра. В мгновение всю приемную разнесло в щепы террористов, министерского лакея и генерала Замятнина превратило в месиво. И еще больше 20 человек погибло на месте. Из воспоминаний старшей дочери Столыпина, Марии. Также благоухали цветы, также шелестели густой листвой липы. А на дорожках, на газоне, повсюду лежали раненые, мертвые тела и части тел. Тут нога, тут чей-то палец, там ухо. Лежит, хрипло дышит какой-то мужчина. Видно, что страдает невыносимо. Достала я ему воды, но когда наклонилась, чтобы влить ему в полураскрытый рот, заметила, что он, пока я бегала за водой, умер. Сам премьер-министр совершенно не пострадал, чего не скажешь я его с ним. Эта фотография сделана годом позже в Илагином дворце, который заменил Столыпиным дачу на Аптекарском мосту. Во втором ряду сын Аркадий. Он отделался легкими ранениями и переломом. И дочь Наталья. Она на инвалидной коляске взрывом ей раздробила обе ноги. Ее жизнь спасли с великим трудом. Кстати, чуть позже партия сыров-максималистов выпустила почти извиняющуюся прокламацию о лишних жертвах покушения. Но вряд ли это помогло семьям 30 убитых и смертельно раненых. Были среди них трехлетний мальчик и беременная женщина. Они тоже пали в этой революционной войне. Взрыв на Аптекарском острове оказал громадное влияние на политику в стране. Буквально в считанные дни правительство издало закон о военно-пилевых судах. Теперь в губернии, где свирепствовали террористы, которые находились на военном положении, вводилось ускоренное судопроизводство для особо опасных преступников. Во многом благодаря этому уже в следующем 1907 году революционная волна служит. Субтитры создавал DimaTorzok